МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель мусоровоза настоящий аз, крадучись, проезжает мимо припаркованных автомобилей, чтобы не зацепить. И это расстояние между грузовиком и легковушками еще не критичное, бывает и меньше. А иногда и вовсе проехать невозможно. Мусор так и остается невывезенным. Сегодня удачный день. Контейнерной площадке на вокзальной улице Воденцова можно спокойно подъехать. Шансы уложиться в график возрастают. Есть места, где мы справляемся с тем, чтобы вывезти, протащить баки между припаркованными машинами. Но, к сожалению, есть некоторые места, где нужно, как на этой площадке, нам надо забирать бункера. К сожалению, машина не может подъехать и осуществить вывоз. Так как у нас достаточно большое количество заявок по городскому округу Воденцова, порядка 2000 штук в день ежедневно, соответственно, очень много времени теряется для того, чтобы вернуть машину повторно, в случае, если машину убрали. Новый микрорайон Оденцова-1. Автомобилей много. Некоторые паркуются по принципу «где хочу». Для контейнерных площадок исключения не делают. Судя по номерам региона машин, это не местные жители. Когда приезжает машина русского регионального оператора, они смотрят номер автомобиля, вычисляют номер собственника, звонят и с просьбой брать машину. Если данная ситуация складывается не так, как хотелось бы, что отсутствует номер телефона в базе, тогда вызывают эвакуатор, данную машину эвакуируют. Проект по перемещению автомобилей, препятствующих проезду мусоровозов, стартовал в Подмосковье. Оденцовский округ в числе пилотных муниципалитетов. Опыт в густонаселенной Трехгорке показал – эта мера эффективна. Такая практика у нас уже существует в микрорайоне «Новая Трехгорка» с помощью, с приложением «Дорожный инспектор», где активисты проходили по микрорайону и фотографировали данный транспорт и отправляли на штраф. И на самом деле запаркованность стала меньше. Оденцовцы и сами готовы бороться с нарушителями. Для таких сознательных граждан разработали приложение «Народный инспектор». В приложении «Добродел» есть у нас такая функция, как «Народный инспектор». Который мы нажимаем, он определяет нашу геопозицию. Вот мы сейчас находимся на вокзальной 39. Продолжаем. И нам необходимо в данный момент зафиксировать автотранспорт, где будет указан госномер и состав нарушения. Несознательным автомобилистам предстоит не только отыскать свою машину, но и оплатить штраф. Сумма не маленькая – от трех до пяти тысяч рублей. Должностным и юридическим лицам придется раскошелиться еще больше. За создание препятствий мусоровозам они заплатят от пяти до тридцати тысяч рублей. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok